Без помощи каких-либо дополнительных предметов, то есть без спиц, без крючков, мы вяжем узлы руками. Узелок за узелком и обычный бельевой шнур превращается в изящную дамскую сумку. Всего-то за 4-5 дней. Плетение аксессуаров в технике Макраме процесс не просто длительный. Он требует силы в руках, пальцы мастерицы украшают непроходящие мозоли, а еще отнимает максимум внимания и терпения. Одна перепутанная ниткой распустить придется абсолютно все изделие, что в принципе несложно, если толщина шнура 4 мм. И практически невозможно, если меньше. Вот вам, пожалуйста, уже совсем другой вариант. Это у нас полотно для будущего клача. Это театральная сумочка будет. Естественно, она не должна быть грубой, она не должна быть тяжелой, она должна быть более изящной. Толщину шнура мастерица Ирина Павлович подбирает в зависимости от назначения будущей сумки. В среднем на создание одной уходит 2-3 матка. Покупать старается нейлоновый материал или полиамидный. Натуральный при стирке может сесть или полинять. Созданием модных аксессуаров рукодельница, кстати, товаровед по профессии, занимается уже 15 лет. Если вначале только копировала схемы из журналов и отрывных календарей, то сейчас придумывает их сама. Вот рисунок вот этой сумки вы не найдете нигде. Ни в интернете, ни в журналах, ни в книгах. Этот рисунок я придумала сама. Навеял на меня этот рисунок, это когда я была на море и увидела ракушки. Кстати, на заказ мастерица может повторить даже знаменитый бренд. Вот эта сумка с розой, к примеру, точная копия известной итальянской марки Брачи Алини. Оригинал стоит порядка 20 тысяч рублей. Дубликат, исполненный в технике Макраме, почти в 5 раз дешевле. Наталья Бернацкая, Мария Селезнева, Денис Лугов, программа «Город».